МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередная история. И опять хочу поговорить о стрелковом оружии. На смену винтовки системы Мосина пришло грозное мощное оружие пистолет-пулемет-шпагин. В простонародье ППШ, Папаша, по-разному называли его. И очень много фильмов, историй связано с этим оружием. Легендарная она была в том, что высокая скорострельность, порядка тысячи выстрелов в минуту, объем магазина 71 патрон, что говорило о довольно-таки внушительном объеме этого магазина и преимущественно против. Простота производства. Это штамповка, это сварка, это фрезерная выточка некоторых деталей. Довольно-таки удобно было выпускать, практически не требовало каких-то специальных станков, измерительных каких-то устройств. То есть можно было начать выпуск данного вооружения практически на любом предприятии. И малограмотные специалисты быстро обучались и могли выпускать данное оружие. Почему пистолет-пулемет? Все, наверное, видя данное оружие, сразу скажут автомат. Отличие пистолета-пулемета от автомата единственное в том, что пистолет-пулемет использовал пистолетный патрон. И данный патрон подходил также к пистолету ТТ. Взаимозаменяемый патрон и говорил о том, что это уже не автомат, а пистолет-пулемет. Здесь мы видим кожух охлаждения, воздушное охлаждение, ствола тем самым. Дульный скос необходим был для того, чтобы гасить подкидывание данного оружия, потому что при выстреле и высокой скорострельности данное оружие подбрасывало, а пороховые газы делали так, чтобы оружие все-таки наклонялось чуть вниз и как-то компенсировало эти выстрелы. Мощный затвор, очень элементарная система предохранения. Вот здесь на затворе видно предохранитель вот такой вот. Сейчас он находится в предохранении. Если снять, то можно уже заряжать непосредственно. Прицельное приспособление. Два флажка. Это 100 метров и 200 метров. В принципе, оружие ближнего боя. Приклад, как правило, покрашен лаком. Переводчик огня. Дети, когда видят, не понимают сразу и говорят, что почему у данного оружия два курка. Это не курок, это переводчик огня, одиночный и автоматический огонь. Дисковый магазин – это как плюс, так и минус. Во-первых, объем, когда очень много боеприпасов, это очень хорошо. Но всегда дисковый магазин подвергается деформации. Бойцу приходится и бегать, и прыгать, и ползать. И если данный дисковый магазин немножко деформировать, ударить об что-то, то, соответственно, все патроны начинают идти в кривь, в кость, и оружие просто клинит. Соответственно, данный дисковый магазин нужно будет либо крихтовать с помощью специалистов, либо людей, которые умеют это делать, либо просто заменять. А, как правило, данное оружие имело всего лишь три магазина, и подгонялось под три определенных. То есть, взаимозаменяемости у данных магазинов, если брать, допустим, автомат Калашникова, что любой магазин можно ставить и спокойно стрелять. У пистолета-пулемета Шпагина такого не было. Другой магазин вставишь, может произойти перекос, и, соответственно, клинит оружие. В целом, в уличных боях, в каких-то наступательных операциях, все воины, которые воевали и держали в руках данное оружие, благодарили конструктора за столь надежное, мощное и эффективное оружие. Причем, как и неприхотливое, ни в дождь, ни в грязь, то есть, все эти погодные условия для него были, как обычные, и ничего, вреда никакого оружия не наносили данные погодные условия. Легко разбиралось, элементарная разборка, можно легко почистить. Не требовалось никаких, в отличие от немецкого оружия, не требовалось дополнительных каких-то отверток, чтобы раскручивать там. На смену дисковым магазинам пришли вот такие коробчатые магазины на 35 патронов. Конечно, объем магазина уменьшился, но тем самым конструктор смог воплотить идею данного оружия, чтобы оно было практически безотказно во всех смыслах этого слова. Удобно держать, потому что за сам кожух схватиться во время стрельбы невозможно, он очень сильно нагревается. Удобно держаться, и, соответственно, вести огонь намного было эффективнее и удобнее. В поисковых экспедициях нам попадались различные модели как и ППД, так и ППШ и с дисковым магазином, и уже с коробчатым магазином. Но основное оружие все-таки в пехоте это была винтовка Мосина, и на 10 человек отделения в пехоте полагался один-два пистолета-пулемет Шпагинова. И, как правило, это у сержантского состава. Пистолет-пулемет Шпагинова стоял на вооружении в рабочей крестьянской Красной Армии и полюбился в других странах, в том числе и немецко-фашистские захватчики, которые, как мы видим на многих фотографиях, тоже пользовались данным оружием. Все его недостатки, которые у него есть, они покрывались тем, что эффективное, надежное, безотказное оружие специально создано для русского солдата. И в целом все это покрывало все минусы, которые было у этого оружия.